На прошлом занятии мы начали говорить о существительных. Сегодня нас будет интересовать образование множественных чисел, чтобы безошибочно узнавать их на бумаге и на слух. Мы также попрактикуемся в их произношении и посмотрим, какие из этого правила есть исключения. Напоследок научимся использовать это правило в реальной жизни для того, чтобы сделать заказ в кафе или ресторане. К счастью, в 90% случаев к существительному единственного числа достаточно добавить букву «с», которая читается как «с» после глухих согласных и как «з» после звонких согласных и гласных. Уже знакомое нам слово «ам» оканчивается на звонкую согласную. Как читается множественное число этого слова? «Амз». Слово «бык» оканчивается на глухую согласную, поэтому множественное число будет читаться «быкс». Как насчет слова «пицца»? «Пицца-з». Из этого правила, конечно, есть исключения. Рассмотрим несколько из них. Слова, заканчивающиеся на шипящие и свистящие звуки «с», «ч», «ш» или «ж». Во множественном числе имеют окончание «и-эс» на бумаге, произносимое «из», «бас», «бас-из», «бокс», «бокс-из», «вотч», «вотч-из». Второе. Окончание «уай», стоящее после согласной, изменяется на букву «ай» на письме и добавляет «и-эс» во множественном числе. Например, «бэйби», «бэйби-з», «фэмили-з», «фэмили-з». В соответствии с этим правилом, если перед «уай» стоит несогласное, а гласное, то замены на «ай» не происходят. «Той», «той-з», «дэй-з», «дэй-з». Третье. Слова, заканчивающиеся на «эф» или «эф-и», меняют «эф» на «ви» и добавляют «и-эс». Например, «уайф», «уайвз», «элф», «элвз», «найф», «найвз». Кстати, хочу предостеречь от бездумного переноса правил образования множественного числа с русского на английский. Многие слова такой формы просто не образуют или изменяют значение в процессе. Например, один из моих студентов элементари как-то сказал, что хочет зарабатывать «a lot of moneys». «Money» в английском языке – слово неисчисляемое, значит, множественной формы у него быть не может. Также, например, со словом «chicken» в единственном числе оно может обозначать «мясо», во множественном числе – «птицу». Подробнее мы поговорим об исчисляемости и неисчисляемости существительных в следующий раз, а сейчас давайте подытожим. Сегодня мы затронули образование множественных чисел существительных и произношение их окончаний. Мы также поговорили о некоторых исключениях. Почему бы нам не попрактиковаться? Произнесите множественные числа существительных слева. Сперва подумайте, как правильно будет произноситься окончание. В завершение давайте посмотрим, как это правило может пригодиться в реальной жизни. Путешествуя за рубежом, мы часто едим в ресторанах и кафе. Давайте посмотрим, как вежливо заказать еду. Женщина на картинке хочет заказать два кофе. Зачем ей два – непонятно. Может быть, она хочет пригласить присоединиться этого симпатичного безлицевого официанта. Но давайте подумаем, что она скажет. Используя будем простую формулу. Количество, предмет во множественном числе и please. С подходящей вежливой интонацией этого вполне достаточно, чтобы не показаться варваром. Что она скажет? Ответ. Two coffees, please. Two coffees, please. Теперь попробуем что-нибудь другое. Гамбургеры. Что скажет женщина? Two hamburgers, please. Two hamburgers, please. В завершение мы, конечно, просим принести нам чек. Чек мы просим обычно в единственном числе, поэтому окончание добавлять к нему не будем. Давайте попробуем произнести вежливую просьбу о чеке. The check, please. The check, please. Еще один вариант. The bill, please. The bill, please. На сегодня все. Присоединяйтесь ко мне в соцсетях. Увидимся в следующий раз. See you! Субтитры сделал DimaTorzok